Слушай, парень, я ведь охотник и умею решать проблемы. Не проблемы типа, что есть добро, потому что с такими вопросами должны разбираться долбанные философы. Я решаю практические проблемы. Например... Как можно остановить огромного буйвола, который бежит на тебя с желанием аннигилировать твою мягкую задницу? Вот ответ. Есть винтовка? Если она не помогла... Доставай двухстволку. Это пушка. Дедовская мосинка, которую я лично скоммунизил с его чердака. Сам ее прочищал. Если заклинит в ненужный момент, то пальцем каюк. Привет, ребенок. Ты, вероятно, уже устал от всех этих переполненных экшеном игр, главной целью которых является натянуть глаз оппонента на его же эс. Тебе хочется чего-то простого, да? Чего-то расслабляющего и медитативного, но при этом ты не хочешь играть в совсем уж детские игры по типу Stardew Valley или Animal Crossing. Так, 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 так. Тихо. У меня 50 часов в Animal Crossing. Что ж, друг, у меня для тебя есть ответ. Игра, в которой ты выступишь в роли охотника. Вроде звучит просто, согласись. Но это дерьмо тебя затянет, уверяю. Бам в голову. Если совсем коротко описывать ее, то... Ну, как бы сказать. Помнишь гниду, которая подстрелила маму Бэмби? Так вот, теперь эта гнида ты. Ты охотник, который будет стрелять в милых животных просто потому, что ты можешь. Ну, или по приколу кататься на квадроцикле рядом с убегающим оленем. Ведь он такой миленький. Что? Что ты говоришь? Хочешь подробностей? Ну, слушай, молодой. Дед Швайгерт сейчас растолкует тебя за жизнь охотничью. Сегодня мы поговорим про The Hunter. Call of the Wild. Вообще, главная причина, по которой я решил сделать мнение, обзор, называй как хочешь про эту игру, это полное отсутствие какого-либо структурированного видеообзора на The Hunter. Так что я решил взять на себя груз подобной ответственности. Просто посмотри, все видео по The Hunter это просто летсплеи. Просто летсплеи без монтажа. Одним дублем и так далее. Я, конечно, не против подобного формата, у всех свои вкусы, но лично я привык смотреть на более осмысленный контент. Так что это видео в первую очередь для таких же долблебов, как я, людей, которые случайно узнали про эту игру и просто хотят найти про нее чуть больше информации. Договорились? Договорились. Так, 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 что там по описанию в Стиме? Ммм, испятая пьянящая завтра охота. Погрузись в атмосферную одиночную компанию или натомлезь на охоту вместе с друзьями? Тут есть мультиплеер? Получить тупые технологии. Саня, зря ты там стоишь. Ну, слушай, ну че, готовься. Передавали тебе привет. Он из мафии. Че? Ты ж не видишь? Охотник идет. Вот она. Истинная причина, по которой The Hunter и оказалась в моих похотливых отростках, отдаленно напоминающих руки. Мультиплеер. Но о нем чуть позже. Дабы ты, сука, не закрыл видео раньше времени. Ладно, ты не сука. Люблю тебя. Ай, остался развод на экране. Ужас. Сначала хочу рассказать тебе про основы механики игры, а также про то, как наиболее эффективно ты будешь в дальнейшем добывать различную животину к обеду. Так, интерфейс. Основу интерфейса составляют несколько показателей справа снизу. Среди них есть компас, компас, хуй знает. По которому удобно ориентировать друг друга в мультиплеере. Ну, какое положение? Нет, ветер, ветер к нам подбул. Что это? На юг дул. На юг дул ветер, да, окей. Сами олени на северо-востоке, да? Количество и тип патронов, которые можно менять на отдельных видах оружия. Например, грелик дриллинг райфл. У которой три разъема под патроны, в два из которых персонаж вставляет дробь, а в последний вставляет патрон для винтовки. И я искренне надеюсь, что мне ни одному эта ситуация напоминает тот мем со старшеклассницами. Патроны, кстати, меняются зажатием кнопки перезарядки. Лично у меня это английская буковка R. Когда ты едешь на квадроцикле, то иконка с патронами меняется на спидометр. Здоровье. Да, в охотничках дыхание дичи, тебя может угандошить и сама дичь. Дабы этого избежать, стреляй первым, либо убегай. Еще здоровье отнимается, если ты упадешь с большой высоты, но это так, к слову. Да блин, если тут подставить подходящую музыку, то все действие, в принципе, начинает напоминать битвы с боссами из серии Souls. Слушай, он там не один. Так, он в мою сторону бежит. Бежит в мою сторону. Умри до того, когда бежишь до меня. Прошу тебя, я не хочу. Иди, 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 вот еще один бежит. Давай, давай, давай. Стой! Так, 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 так. Вернулся, гондон. Оп, блядь. Ёп твою мать! Тихо, 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 тихо! Индикатор сердцебиения, индикатор видимости и индикатор шума, издаваемого персонажем. Первый отвечает за то, как сильно у твоего хлопца бьется сердце и, соответственно, за то, как сильно твой персонаж будет косоебить мушку при прицеливании. Второй отвечает за видимость персонажа, то бишь, если ты стоишь на открытой местности, то легко тебя заметить. А если притаился в кустиках, то мимо проходящие животные подумают, что ты ищешь клад и из солидарности будут делать вид, что не замечают тебя, дабы не привлечь внимание мимо проезжающего бобика с ментами. Третий индикатор, как можно догадаться, это количество шума, который издает твой персонаж. И чем меньше шума ты издаешь, тем меньше вероятность того, что животина запалит твое местоположение раньше времени. Чуть правее расположено пространство, в котором будут в дальнейшем появляться активные способности твоего персонажа. Такие, как пассать на пальцы, проверить направление и скорость ветра, что довольно полезно, так как животные умеют нюхать. Давай сделаем небольшую зарисовку, чтобы наглядно показать, как оно работает. Вот ты, да, ты такой стоишь, выцеливаешь лося, а лось выглядит именно так, никаких, пожалуйста, вопросов. И вдруг ветер такой, прямо по линии от тебя и до лося. В этот момент лось чует весь запекшийся пот за последние 4 года на твоем теле. Понимает, что не хочет взаимодействовать с таким опущенцем и в спешке ретируется с места своей дизлокации. А ты остаёшься один, униженный и жирный. Вывод? Пользуйся дезодорантом или хотя бы иногда принимай душ. Да, как же тут приятно срать. Это как бы... Великолепное место, что... А ну иди! Что это за колдунство? Ты что делаешь, чудище? БЛЯТЬ! Он ёбаный волшебник! Он ёбаный волшебник, он сквозь двери прокой! Или, как в моём случае, тут стоит штука, которая позволяет на глазок определить расстояние до намеченной цели. С одной стороны полезный навык, а с другой полная залупа, так как на начальных уровнях прокачки она не может определить точное расстояние до цели. В то время как, если ты заметил и отметил животину через бинокль, её точное местоположение указывается на карте, где ты свободно можешь поставить отметку и всегда знать расстояние до отдыха, или водопоя, или ещё какой-нибудь хуйни, которой обычно занимаются животные. Отдельное упоминание. Дело в том, что вот, мы видим то, что у меня перк, вот здесь вот справа. Я когда на него нажимаю, он примерно определяет расстояние до точки, на которую наведён мой курсор. Но дело в том, что я купил вот такую штуку, и она точно определяет расстояние. Это, это, это буквально замена этому перку, но, но он точно, и тебе не нужно вкладываться в этот перк, и ты можешь взять что-то более полезное. Баланс! Братан, если ты им ещё правильно пользовался, объясни мне, пожалуйста, почему она на 2 метра над твоей головой эта хуйня с тебе писает? И поскольку у нас есть активные способности, и я перечислил уже минимум 2 из них, значит их можно выбирать. Я тебе даже больше скажу, в The Hunter есть полноценная прокачка, которая работает по принципу вкладывания очков в определённые навыки, как в том же Far Cry. Эти самые очки ты можешь получить после поднятия уровня персонажа. Есть несколько разделов, совокупность которых позволит тебе создать самому себе наиболее благоприятные условия для геноцида кабанов. Вариант с C4 ещё никто не отменял. Уровень поднимается благодаря убийству животных, а также благодаря выполнению квестов. Помимо опыта тебе будут выдаваться и деньги, но об этом чуть позже. Сейчас хочу рассказать про сами квесты и карты, на которых эти самые квесты ты будешь выполнять. В ванильной версии игры присутствуют всего 2 карты. Звучит вроде не впечатляюще, но это ровно до того момента, когда ты не увидишь их масштабы. А учитывая, что транспортные средства надо покупать отдельным DLC, то геймплея тут минимум часов на 20 для каждой карты. Помимо названий, карты отличаются флорой, фауной и количеством пиздюлей, которые ты будешь получать по мере продвижения вглубь самих карт. А самих карт? А сколько их? Одна, две, три... Ну много карт, короче. Я ещё не поиграл даже на половине из них, но на данный момент могу выделить две мои самые любимые. Это Парк Фернандо, а также Медведь Тайга. Или Медвежья Тайга, я так и не определился. Я сейчас быстро пробегусь по завязке сюжетов этих карт, а ты послушаешь, и тебе это понравится. А поскольку тебе это понравится, ну давай, ну заранее, ну подпишись на канал, там поставь, ну всё, ну ты знаешь. Итак, Парк Фернандо. Он находится в Южной Америке, и здесь водятся самые крупные и редкие олени. Чернохвостые, благородные и аксис. А ещё пумы, которые зачастую пострашнее тех обвесов, которые ты на себя навешал. Но и этой искусной охотнице выжить совсем непросто. Сюжетка повествует о том, что некая Каролина получила в наследство от своего мужа Фернандо Парк, который и назвала в его честь, дабы уважить память о своём муже, а также о своих собственных охотничьих заслугах. Но ты здесь не просто так. Она нанимает тебя для помощи в превращении дикой местности Патагонии в охотничий заказник мирового уровня. Сама карта красивая, имеет множество открытых лугов, гор и прочих радостей для удовлетворения твоего ненасытного взора. Каролина довольно интересный персонаж, обладающий характерным акцентом. Плюс охуительные истории прилагаются в комплекте. Вторая карта это Парк Медвежья тайга, где, как можно было догадаться по названию, обитают медведики, которых лично я, ну... БАХ! Прямо в рот! Как говорится в описании карты в стиме, карта была создана под впечатлением от нашей, русской, Сибири, и по сути ей и является, так как одно из первых заданий приводит к тому, что один из людей, которые шли вместе с тобой в экспедицию, окочурился от сибирской язвы. Оптимистичная игра, однако. О чём сюжетка? Ну, тебя, матёрого охотника, засылают в зимнюю тайгу для выполнения различных поручений. Большинство заданий курирует некая Лена, сидящая в своём офисе и отпускающая остроумные шутечки. Персонажи, которых вам придётся встретить, это в основном положительные люди, которые просто хотят нажиться на твоих навыках охотника. Жаль, что они не знают о том, что навыков у меня никаких нету, дурачки, блять. Конкретно этой карте ставлю 10 гранёных стаканов из 10. Но для полноценного погружения советую докупить вэппан пак, в котором присутствует Мосинка. Тут их даётся 3, там всё такое, но меня лично привлекает третья и последняя, потому что... Она буквально выглядит как Мосинка, которую мой дед запрятал в гараже, то есть, ну, посмотри. Основные футажи, как ты уже заметил, будут именно с этих двух карт. Так, а что там ещё нужно было? Ах, да... Как выслеживать животину? Нет, там... Короче, ты типа прорываешь вражескую оборону... Ёб твою мать! Ебать! Салам алейкум, пацан! Вы не померите, что произошло! Мы, сука, столько за ним бежали! Хуяять! Пушистую паскуду можно выследить множеством способов, основным из которых являются следы. Просто посмотри себе под ноги. Почти наверняка ты поблизости найдёшь... Ай, ай, сука. Кей-поп вляпался. Множество следов самой разной животины. Иногда даже людей. У многих бестий острая форма диареи. Да, иначе я не могу объяснить столь обильное загрязнение окружающей среды каловыми массами, с которыми ты подходишь такой... Ещё дерьмо. Очень старое. А рядом? Ммм, новый релиз. Где-то рядом, по его. Ещё животные, как и школьники, издают громкие звуки из колонок JBL, тем самым показывая, что они готовы к спариванию. Иными словами, издают брачный зов, по которому можно либо выследить животину, либо поставить приманку, на которую она в скором времени придёт. Однако, важным уточнением будет то, что всё это можно отключить в настройках, чтобы получить Трули Хантер Экспириенс. Или же Трули Хантер Экспириенс. Ай, ладно, у меня всё равно не такой угарный голос, надо призывать оригинал. Б-б-б-бэй, подписчикам надо, чтобы смешно было очень, помоги, пожалуйста. Трули Хантер Экспириенс. Приманки бывают разных типов, начиная от модного шмота и заканчивая запахом дропа от трэшер. Всё это можно использовать как засаду. Также, если животное тебя всё-таки заметило, то оно издаёт предупреждающий рёв. Предупреждение, ага. Напал на след Гондона. Который предзнаменует локальный апокалипсис, так как животное может побежать в любую сторону, в том числе и в твою. Знаешь, неприятная такая ситуация, когда ты охотишься на буйвола, а эта паскуда кричит. После чего на тебя выбегает ёбаная стада, которая передвигается быстрее, чем твой квадроцикл цвета гудрона, блять. Вот мы и подошли к диме квадроциклов и платных дополнений, которые максимально душат тебя. Да, как ты мог заметить по футажам, карты, ну, мягко говоря, огромные. И если тебе нужно доставить свой мягкий зад из точки А в точку Б, то тебе нужен квадроцикл. Купи его, и это всё равно не поможет тебе забираться на горы. Благо, школа Скайрима даёт свои плоды в виде дополнительных очков к скалолазанию. В ванильной версии игры как бы и присутствует оружие в достаточном количестве, и две карты, которых тебе хватит минимум на 40 часов геймплея. Но если тебе хочется хоть малейшего разнообразия в выборе оружия, или если ты не хочешь пердолить 10 километров пешком, то будь добр, купи DLC. Радует лишь одно. Присутствует баланс, который делает так, что на том же квадроцикле тебя слышно за пол карты, и он пугает животных, как ты женщин. Но не в случае с Мосинкой, дальнобойность которой составляет 550 метров, в то время как дальность прорисовки животных всего 450 метров. Ты буквально можешь расстрелять в пустоту и всё равно попадать в кого-нибудь. Удивительно, удивительно. А также присутствует баллистика. И у большинства пушек, в том числе и у Мосинки, эффективное расстояние для выстрела это 150 метров. И если ты будешь стрелять с большего расстояния, то нужно будет делать поправку на... Ну, ты понял, расстояние, там делать курсор чуть выше, рассчитывая скорость ветра, и вообще легче стрелять именно с эффективного расстояния, нежели разбираться во всех этих замутках с баллистикой. Господи, дыхалку тренировать надо. Пиздец, что не выдохся. Ещё в игре присутствует ночная охота. А, а, что? Хочешь чётче видеть животных? Ну, купи ПНВ. Нужна палатка? Отдельная динси уже готова для тебя, ребёнок. Ладно, я. Я купил игру вместе с интересующими меня дополнениями по скидке, но без скидки всё это закупать, вы простите меня, впилду и нахуй. Так, ночная охота. А что же это, собственно, значит? А то, что здесь есть смена дня и ночи. Что непосредственно сказывается на геймплей, так как некоторые животные более активны ночью и наоборот. Также, чтобы видеть следы в темноте, нужно подсвечивать их фонариком, свет которого видят животные, так что эффективнее использовать ПНВ, которого у меня нету, потому что... Ну нет, ну посмотри, ну не хочу! Все животные имеют места отдыха или водопой, на котором они присутствуют лишь определённое время суток. А также просто интересное наблюдение. Дело в том, что на карте после убийства животных остаются фиолетовые пятна, которые появляются исключительно после убийства. Так что небольшой дедушки совет. После выстрелов, когда животное уже скрылось за горизонтом, посмотри на карту. И если там будет фиолетовое пятно, значит где-то рядом лежит труп. Но пятно может не появиться сразу. Так что желательно начинать всё-таки преследовать подбитую паскуду, так как если ты попал в ногу или жизненно важный орган, она начинает передвигаться медленнее. Так что ты можешь подойти и ещё раз бахнуть ей прямо в рот. После попадания в четверонога от него остаётся кровь на земле, по которой можно узнать, как сильно оно истекает кровью, как давно были оставлены эти пятна и прочее, прочее, прочее. После нахождения бездыханной туши, ты можешь вдоволь насладиться содеянным тобой же. Так как, помимо трупа, тебе показывают каждое твоё попадание по божьей твари. Ой, а что это тут такое слева? А это медалька, которую тебе будут выдавать за убийство каждой зверушки. Качество медали зависит от того, какой тип патронов ты использовал, подходит ли этот тип патронов конкретно под этот тип животного, не пострадал ли трофейный орган, как, например, рога у оленя. Чем больше критериев было выполнено, тем больше шекелей ты получишь за тушу. Если какая-то конкретная цель была наиболее ценна для тебя, то можешь сделать из неё чучело, которое появится в твоём охотничьем гнёздышке, дабы ты всегда мог вернуться и вспомнить минуту своей славы. А как попасть в трофейный зал? Ну, купи для него отдельное DLC, в чём проблема? Также слева указаны пол, вес, редкость, убитые животины, и всё это тоже влияет на зарплату. Деньги можешь потратить на расходники, приманки для животных, патроны, новые типы вооружения, одежда, женщины, тёлки, тачки... Вроде основы игры рассказал, но не забываем, что я и сам ещё новичок, так что остальное будешь изучать сам. Давай, я в тебя верю. Ай, блядь, ты хоть стол, сука, парцома. Основная часть обзора закончилась. Мультиплеер. Это самая великолепная часть The Hunter. Та вакханалия, которая происходит в момент, когда ты и семь твоих корешей загоняют кабанчика и случайно так натыкаются на олени, которые вносят панику во всю вашу пати, в результате чего? Начинается перестрелка, приправленная саундтреком из Дума. Кто-то умирает, вокруг кровь, ты просто хочешь не умереть во всём этом месиве из крови анимешников и немного фурей. По сути, мультиплеер это тот же сингл, но в неимоверное количество раз веселее, так как те же ситуации, в которые ты будешь попадать с другом, совершенно отличаются от тех, в которые ты оказывался в одиночку. Координировать по компасу друг друга для того, чтобы филигранно убить вещего оленя, который стоит средь сизого дыма. Осознавать то, что кто-то из вас проебался и теперь вам придётся пи***ть за этим оленем полкарты. Великолепно. Я не могу передать всех эмоций, которые я испытывал во время игры, да и большинство моментов я просто не записывал, по той причине, что просто забывал начать запись, так как был слишком увлечён погружением. Это нужно испытать лично. Скоро лето, будут летние скидки, там же будет и The Hunter, которую ты сможешь купить со всеми DLC по низкой цене. А сейчас, если не жалко пару тысяч рублей на столь глубокую игру, беги и покупай. Не пожалеешь. В случае чего, в любом случае, можешь её рефандовать через Steam. По крайней мере, лично у меня The Hunter останется в библиотеке на долгое время и я буду возвращаться к ней в те моменты, когда просто захочу расслабиться с друзьями или один. Благодарю за просмотр. Сука, я типа на это был паскуда. Ну кто так поступает? Пиздец, я огромную ложку нахуй мороженого себе закинул. Андрей, не умирай. Андрей. Больно. Андрей, вытащи её. Вытащи мороженое из своей молотки. Я его проглотил, и ты ещё хуже. Андрей! Продолжение следует...